Холодная зима 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 И мужчины заводили с Козимой разговор на религиозные темы Они говорили, что они грешники Но он высказывал свое мнение, указывая им на место из первой главы книги Исаии «Перестаньте делать зло, научитесь делать добро» Однако им казалось невозможным жить так, как жил Козима Мельнику Козиме удалось пресечь многолетние их тяжбы. Некоторые мужчины оставили пьянку, ругань, курение. Однажды женщина, мать взрослых сыновей, которая посещала чтение в Доркиной хате, стала плакать и просить прощения у мужа и детей своих, говоря, что она очень виновата перед ними. Они утешали ее, что охотно прощают и что все будет в порядке, если будет делать добро, а она не успокаивалась, говоря, что виновата перед Богом и что бесполезно делать добро, не получив прощения от Бога. Она привела слова псалмопевца «Ты положил беззаконие наше перед тобой, говоря, я тоже заслужила наказание, прогневала Отца Небесного, моих беззакония перед Ним». Вдруг вся семья увидела не только грехи матери, но и все свои преступления перед Богом. По-крестьянски они считали, чтобы начать новое, необходимо покончить со старым. Козиму они считали, конечно, честным, умным человеком, но в этом он, по их мнению, ошибался. Они поняли, что нужно что-то делать, чтобы избавиться от грехов. «Может быть, мы узнали бы истину, если бы читали Слово Божие?» — спрашивали они себя. И они стали его читать. Но так как не просили у Бога осветить их Духом Святым, то истина осталась от них скрытой или превратно понятой. Ведь пророчество никогда не было изрекаемо по воле человеческой, а изрекали его святые Божие человеки, будучи движимы Духом Святым. Только освященные Духом Святым могут понимать Библию, и поэтому бывает, что какая-нибудь простая старушка лучше понимает Слово Божие, чем ученый богослов. «О, это святая книга! Дар любящего сердца!» И понятна она лишь любящему сердцу. Перед праздником у Козимы мазали и белили весь дом. Было много работы, но она быстро продвигалась и уже подходила к концу. Анна убирала. Когда она вытирала на мебели пятна от извести, то обратила внимание на шкаф Андрея. В дверце торчал ключ, и она была неплотно закрыта. Анна хотела прикрыть дверцу, но она открылась, и из шкафа вывалилась одежда. Девушка быстро стала ее собирать, чтобы положить на место. Ее внимание привлекли три вещи. Офицерская шинель из тонкого сукна, китель и брюки. В углу шкафа стояла сабля в ножнах с поясом. Как попали эти вещи в шкаф помощника Козимы? Она аккуратно положила вещи обратно, при этом из кармана шинели выпала визитная карточка. Подняв ее, Анна на обратной стороне увидела надпись «У паровой мельницы. Дистанция десять шагов. Все готово». Анна не поняла значения этих слов. Ей стало даже немного жутко. И она обрадовалась, когда Андрей вдруг вошел в комнату. «Вот», — сказала она, закрывая дверь шкафа и подавая ему курточку. «Это выпало из одежды». Побледнев, он схватил карточку и скомкал ее в руке. «Простите меня, Андрей, что я ваши вещи трогала. Мне надо было позвать вас, когда они выпали из шкафа». Извинилась Анна. Он молча подошел к окну и прижался лбом к стеклу. Анна продолжала свою работу. Когда она кончила, он повернулся к ней, подав ей листочек бумаги, быстро вышел. Это была записка, написанная мелким почерком. «Не удивляйтесь моему волнению. Вы держали в руках документ, свидетельствующий о том, что мои преступления записаны там, вверху. На меня подана туда большая жалоба, и никто не может уничтожить ее. Мне хочется, чтобы вы поняли меня. Если бы я смел, я доверился бы вам, но зачем ранить ваше сердце? Как бы мы тогда жили под одной крышей? Я знаю, признанием я облегчил бы душу свою, но не смею желать облегчения. Моя доля — молчать и страдать». Несколько раз перечитала Анна эту записку, думая о ней потом весь день. Ей было жалко Андрея. Она давно замечала, что его что-то угнетало, но предполагала, что это его немота. Он был молод и не с детства немой, ибо обладал хорошим слухом. Теперь она поняла, что внутри него была другая болезнь, название которой — вина. «Никто не может ее уничтожить», — писал он. «Но кровь Христа — это может. О, как ей хотелось ему об этом сказать, утешительного! Почему он не может рассказать обо всем? Кто ему запрещает?» Наконец, настал страстной четверг. На дворе было тихо. Анна пошла к плотине и села на обломок скалы. У ее ног, журча и струя, сбежал ручей. Мельница не работала. «Завтра день смерти лучшего из людей», — сказал Козима. «Надо этот день отметить». Оба его ученика пошли в церковь к первому причастию, после чего они будут считаться сынами церкви. Козима хотел им устроить праздник. «Страдания невинного сына Божия начинаются сегодня ночью», — думала Анна. И стала смотреть на освященные луной горы. Вот так, наверное, освящала луна Елеонскую гору и Гефсиманский сад. То место, где спали ученики, и где их учитель одиноко молился и страдал до кровавого пота. Вдруг Анна вздрогнула. Тишину нарушили чьи-то медленные шаги. Девушка обернулась и радостно крикнула. «Андрей!» Бог сам послал его к ней. Андрей выглядел несчастным, печальным, и она стала ему рассказывать, как много Спаситель выстрадал из-за его грехи. Она смогла ему объяснить, что Святой Дух больше ничего от Него не требует, как только верою принять Иисуса Христа, Его спасительную жертву и благодать. Андрей внимательно слушал Анну. Вдруг, подняв голову, он сказал на языке знаков. «Как велика моя вина, и он должен был за нее страдать!» И опустил голову на руки. «Андрей! Но ведь он уже пострадал! Грех мира был велик! Значит, и наказание должно быть соответственное! Господь Бог не может наказывать дважды!» «О, Анна! Будь что будет, выдадите вы меня или нет, все равно я должен вам сказать, кто я. Не всегда я был помощником Козимы, так же, как и он, необыкновенный мельник. Наши отцы имели на Дунае две большие паровые мельницы. Я окончил высшее техническое училище, сдал экзамен на инженера и пошел добровольцем в армию. Там мне вскоре удалось сдать экзамен на звание офицера. Беспечная легкомысленная жизнь была мне по вкусу. Как младшая в семье, при том единственный сын, сестры были уже замужем. Я был избалован, всегда имел деньги. Отец ничего для меня не жалел. Мы жили в свое удовольствие. Все были одинаковых убеждений, вольнодумцы и безбожники. Никому пользы не приносили. Между тем, отец мой вел тяжбу со своим соседом Козимой. В конце концов, Козима проиграл и очень переживал из-за этого. Я мало интересовался этим делом, хотя один адвокат мне сказал, что с Козимой поступили несправедливо. Если бы отец проиграл, я лишился бы состояния, денег для моей беспутной жизни. Была осень. Наш полк находился по соседству с городом, где я родился. Нам, офицерам, было скучно, и мы проводили время не всегда разумно. Нашим вожаком был мой лучший друг Эдуард. Мы были очень привязаны друг к другу. Он вел меня в дом одного фабриканта, с дочерью которого был помолвлен. Мы часто посещали этот дом, пока наш полк находился в том местечке. Однажды невеста Эдуарда пожелала поехать в деревню и пригласила с собой мою замужнюю сестру. Я не знаю откуда, но пошел слушок, что я и вся моя семья хотим отбить у Эдуарда невесту. И хотя этот слух был совершенно необоснован, Эдуард ему поверил. Он пришел к невесте, стал ее упрекать и оскорбил так, что она ему вернула кольцо и прекратила с ним всякую связь. С тех пор он меня чернил где только мог, и однажды он это сделал публично. Я не знал Христа и его заповеди прощать врагам. Я очень гордился своей офицерской честью и, не желая больше сносить оскорблений, вызвал его на дуэль. Он принял вызов. Все попытки друзей примирить нас были безуспешны. Местом для поединка мы выбрали мельницу Козимы. Если бы кто-нибудь пришел той ночью и сказал, сегодня ты обесчищен, но невиновен, а завтра твои руки будут обогрены братской кровью. Но никто меня не предостерег. И я пошел. На восходе солнца явились наши секунданты, врач и, наконец, Эдуард. Когда мы стояли с оружием в руках, у меня появилась мысль, что передо мной мой лучший друг и причина поединка слишком незначительна. Во мне пробудилась совесть. Секунданты еще раз сделали попытку примирить нас. Мне казалось, что я должен простить. Но Эдуард посмотрел на меня и сказал, между нами мира быть не может. Я не возьму своих слов обратно. Пусть оружие решает. И оно решило. Мы выстрелили одновременно и попали. Его, смертельно раненого, увезли в город. Господин Козима взял с моих друзей слово «никогда не выдать, кто меня к себе взял». Больше полугода я тяжело больной лежал у Козимы. Между тем он продал свою мельницу, арендовал другую, далеко от этой, и взял меня с собой. Когда я поправился, он переехал в другой конец страны и опять взял меня с собой, но уже под чужим именем, под видом помощника. Я научился у него ценить полезную жизнь. Правда, он никогда не говорил, что Эдуард умер. Но я заключил это из того, что он старался скрыть от меня правду. Я узнал, что как только обнаружат мое место пребывания, я буду наказан лишением свободы и офицерского звания. Для мира я был мертв. Мои близкие меня давно оплакали. Большим благом было для меня изо дня в день уставать от тяжелой работы. Это была единственная возможность немного забыть, что руки мои обогрены кровью. В болезни я потерял дар речи. Что бы я делал среди людей с этой отметкой Каина? Кодима меня убедил, что если человек перестает грешить и начинает новую жизнь, он перед Богом оправдан. Я просил моего благодетеля отпустить меня. Думал, что тюремное заключение принесет мне облегчение. Но напрасно. Он убеждал меня, что каждый проведенный в заключении день бесполезен. Если друг твой мертв, то возложи на себя свое тяжелое наказание. Молчи и делай добро. — Лишением свободы и чести невозможно сделать совершившееся несовершившимся, — сказал он. И я должен был с ним согласиться. Но когда пришли вы и принесли книгу книг, я познал Бога и тяжесть моего греха. Человека-убийца не имеет жизни вечной. Сказано там в одном месте, а в другом — если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю. И еще ко мне обратитесь все концы земли. И теперь я знаю, что учение Козимы не устоит. Оно хорошо для него, честного человека, но не для меня, убийцы. Недостаточно оставить зло и делать добро. Прошлое должно быть уничтожено, погашено, иначе мира не будет. Усталые руки, заменявшие язык, опустились. Голова Андрея поникла, и по бледным щекам текли слезы. Анна плакала вместе с ним, но вдруг они оба перестали плакать. Он был утешен ее сочувствием. — Вы плачете обо мне? — Осуждаете меня? — спросил он. — Андрей, мне вас от души жаль. Но как мне вас осуждать, когда Иисус Христос вас уже простил и своей кровью искупил? Он говорит, — изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Андрей, вы сегодня еще верой можете принять Христа. Бог Отец допустил страдания Иисуса Христа в Гевсиманском саду. Его распятие, потому что вы убили, — сказала девушка. Андрей вскочил, прижав руки к груди, поклонился и оставил девушку одну. Теперь Анне стало понятно, откуда эти вежливые поклоны у Андрея. Ей всегда казалось, что он слишком благороден, чтобы быть помощником мельника. Бедный Андрей. Он тоже был в изгнании, но тот, кто это изгнание допустил, тоже пришел сюда, хотя его здесь еще не знали. Девушка опустилась на колени и в горячей молитве просила Иисуса Христа, чтобы он открылся этому бедному грешнику, чтобы он скорее познал истину слов «Я успокою вас». «Я верю, что ты, Господь Иисус Христос, услышишь меня». С этим победным возгласом она закончила свою молитву и встала с сырой земли. «Я думаю, что уже пора идти спать, чтобы из-за неразумных мечтаний одной ночи не потерять здоровье на всю жизнь», — вдруг послышался голос Козимы. Испугавшись от неожиданности, Анна ответила «Я уже иду». «Спокойной ночи», — сказал Козима и ушел. Настало утро Страстной Пятницы. Легкий туман висел на горах и над долиной. Величественный звон церковного колокола напоминал людям, что святой, чистый Божий человеческий Сын Иисус из Назарета умер за их грехи. Возле своего лесного домика стояла Дорка и смотрела на чудесный веселый мир. Она приготовилась идти на богослужение, а теперь дожидалась только Анны. При этом она размышляла о прочитанных сегодня утром словах. И взяли Иисуса и повели. Перед ее мысленным взором стояла вся история его страданий. На деревенской дороге словно вдруг появилась толпа. В середине шли два разбойника, каждый с большим крестом на плечах. Перед ними шел Иисус с терновым венцом на голове, неся свой крест. Дорка ясно видела, как струйки крови стекали по его бледному лицу. Но люди не обращали на него внимания и силы оставили его. Страдалиц упал под тяжкой ношей на землю. Над ним насмехались. Особенно остро Дорка чувствовала страдания Иисуса, оскорбления и издевательства, когда вспомнила, что все это произошло в пятницу. Хорошо, что люди чтут этот день, что хотя бы один день в году вспоминают, какой ценой куплено их спасение. Дорке казалось, будто его при ней пригваждали ко кресту, где он должен был висеть в ужасных мучениях, изнывать от жажды. Она обеими руками закрыла лицо и горько заплакала. — Дорка, что случилось? Почему ты плачешь? — вдруг раздался голос позади нее. — Ах, тетя, как вы пришли сюда! — Да я хотела спросить тебя, не сошьешь ли к воскресенью моей снохе рубашку? — Да, я сошью, тетя. А почему вы такая печальная? — А ты почему плачешь, Дорка? — спросила женщина. — Разве вы не знаете, какой сегодня день? — Конечно, знаю. Тогда вы забываете, как Господь Иисус Христос должен был страдать и умереть за наши грехи. — Дорка, я никак не могу понять, почему Он должен был умереть и что я от этого имею, — сказала женщина. — Тетя, я этого раньше тоже не знала, а сегодня знаю, что я грешница, как та великая грешница, которая слезами своими омывала ноги Господа, и что я навеки погибла бы, если бы Иисус Христос не понес мое наказание на кресте и не умер вместо меня за мои грехи. Примерно как если бы в нашей деревне приговорили кого-нибудь к смертной казни через повешение, а другой пришел бы и занял на виселице место приговоренного, понимаете? Я читала Евангелие. «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Господь Бог, Отец Небесный, не пощадил сына своего, зато Он пощадил и простил меня». — Правда ли это, Дорка? Ты это знаешь? Веришь? Чувствуешь? — спрашивала женщина. — Да, тетя, я верю, что кровь Иисуса очистила меня от всякого греха. — А Козима? Так учит мужчин. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. — Нет, нет, тетя, не так. Я перестала делать зло, а доброе не могла делать из-за прошлого. Меня давили грехи, я была как больная. Напрасно говорить больному, перестань болеть, иди на работу. — Нет, больному нужен врач, нужны лекарства, а грешник нуждается в спасителе. — Только Христова кровь может его очистить и исцелить. — Лучше я вам не могу объяснить, тетя. Но если вы станете на колени и скажете, «Господи, Иисус, прими меня из милости и прости мне мои грехи, Он обязательно это сделает. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». — А вот и Анна, мы идем на богослужение, вы не пойдете, тетя? — спросила Дорка. — Нет, наши все пойдут, а я никогда не слышала. Столько в церкви, как сегодня от тебя, Дорка. — До свидания. Больному нужен врач, а грешнику — спаситель, — повторяла женщина про себя, идя домой. — Значит, чтобы человек мог делать доброе, нужно обязательно, чтобы его долг был оплачен. — Иисус Христос своей кровью на Голгофе заплатил и мой долг, а я его еще не просила простить меня и не призналась ему во всем. — Но я это сделаю, как только приду домой. Дома никого не было. Она оказалась одна с Богом и приблизилась к Нему. И так как Иисус Христос всех виновных зовет к Себе и обещал никого не изгнать вон, то Он принял ее. Когда муж и дети ее пришли из церкви, стол был накрыт, и мать всех приветствовала с таким радостным лицом, что это заметили все. — Как нас радует, матушка, что вы опять в хорошем настроении! — сказала сноха. — Мое сердце давило ужасное бремя, но Сын Божий снял его с меня, и теперь я знаю, почему мы празднуем сегодняшний день. Агнец Божий, который взял на себя грех всего мира, снял с меня и мой грех. Члены ее семьи не поняли этих слов, потому что им было неизвестно, что Иисус умер из-за них. Чтобы даровать им вечное искупление, они не могли понять, что мучительная смерть невинно страдавшего Сына Божия была жертвой, однажды принесенной на все времена для всех людей. Между тем вернулись из церкви и обитатели мельницы Козимы, и Дорка тоже пришла с ними. Собрались все, но каждый был погружен в свои мысли. Дорка еще в церкви заметила, что Анна была рассеяна и во время богослужения все время только молилась. — Наверное, — думала Дорка, — на мельнице что-то произошло, о чем говорить нельзя. И она поспешила уйти. Рано утром что-то произошло между мельником и его помощником. После завтрака они вместе пошли в лес на прогулку. При возвращении Андрей был печален, глаза заплаканы, и Козима, видимо, сердился на него. Они оба не заметили в лесу, что при их разговоре присутствовал свидетель. Старший из учеников резал себе прутья и слышал, как мельник сказал. — Меня удивляет, что ты так забылся и выдал девушке дело, которое мы до сих пор скрывали. Андрей что-то ответил на это. — Бремя, бремя, — сердито повторял мельник. — Легче теперь тебе? Если мы на себя легкомысленно взвалили бремя, так должны иметь мужество его нести. Андрей энергично замотал головой. — Я не мог его уже нести. — Ах так! Ну, раз ты свое слово не сдержал, то и я свое могу нарушить. После Пасхи напишу твоему отцу, чтобы он тебя взял отсюда. Я думал тебя спасти и вернуть обществу как полезного члена, но из труса никогда не получится полезный человек, — сказал Козима. Андрей больше им ничего не ответил. Он сел на лежащий ствол дерева и закрыл лицо руками. А когда Козима, не глядя на него, ушел, Андрей встал на колени и так горько заплакал, что ученик тут тоже заплакал. Почему Мельник хотел Андрея отослать? Ведь он такой послушный и работящий. Ученик не утаил слышанного. Сначала рассказал товарищу, а потом Анне, что Мельник сердится на Андрея и что Андрей плакал. За обедом Козима, казалось, говорил со всеми, как всегда, но почему-то чувствовали себя неловко, кроме бабушки, которая ничего не знала. После обеда Мельник заперся в своей комнате. Бабушка с учениками пошла в церковь. Андрей взял Библию и пошел в лес. Анна убирала со стола и, закончив свои дела, тоже хотела почитать и помолиться, но не могла. Ее мучило то, что Козима сердится на Андрея. Может быть, Козима опасался, что Анна их выдаст? Если он отошлет Андрея, то тот попадет в руки властей, в тюрьму, и она будет виновницей. Этого не должно быть. Андрею нужна была охрана Козимы, ведь Андрей тоже был в изгнании, причем в худшем, чем она. Ей был весь мир открыт. Никто не мог бросить ее в тюрьму, разве только за Христа, а это легко было бы перенести. Она должна пойти к Козиме и свято ему обещать никогда в жизни не выдавать Андрея. И чтобы ее присутствие не напоминало об этом деле, не Андрей должен покинуть мельницу, а она. Тогда в отношениях между ними опять все будет в порядке. Размышляя об этом, девушка смотрела на красоту окружающей ее природы, и перед ней встал вопрос. Куда ты пойдешь, Анна? Мир велик, но нигде для тебя нет родины. Я пойду туда, решила Анна, куда меня Господь пошлет. Он до сих пор заботился обо мне и впредь меня не оставит. Многими скорбями должны мы войти в царство. Анна помолилась, вытерла слезы и постучалась в дверь Козимы. Мельник сидел за столом, перед ним лежали бумага и перо, но он не писал. — Простите, я вам не помешала? — спросила Анна. Я пришла спросить. — Почему вы сердитесь на Андрея и меня? — Кто тебе сказал, что я сержусь? — спросил Козима. — Я чувствую, что вы недовольны. Так как я люблю правду и боюсь, что Андрей может несправедливо пострадать, то позвольте мне объясниться. И она рассказала обо всем происшедшем при уборке комнаты, про офицерскую форму и визитную карточку. Потом она передала весь разговор с Андреем и то, что ученик рассказал. Когда она закончила, в комнате стало тихо. — Господин Козима, вы столько сделали для Андрея. Его отец был тот враг, которому вы оказали милость, спасая сына его. Вы хотели быть подобным Христу и пожертвовали своим положением в жизни. — Завершите это дело и не отталкивайте Андрея от себя только за то, что он в трудный час открылся мне. Я даю вам слово, Бог-свидетель, что я никогда не проговорюсь об этом. Простите ему, отнеситесь к нему, как прежде. Он любит и уважает вас. Ему здесь при всем уважении гораздо лучше, чем дома у своих, которые его никогда не поймут. — Анна, ты не знаешь Андрея, — возразил Козима. — Он не может теперь жить с нами, как прежде. При виде тебя он теперь всегда будет чувствовать себя тем офицером, которым он был. Анна покраснела, а потом побледнела. — С этим я согласна, господин Козима. Не только ему, но и вам меня видеть нелегко. Но это изменится. Вы приютили двух изгнанников и оказали им благодеяние. Но обстоятельства изменились. Мы двое под вашей крышей жить не можем. Один из нас должен уйти. — Пожалуйста, простите Андрея. Не пишите его отцу ни слова. После праздников я оставлю ваш дом. Если бы я осталась, это было бы неблагодарностью за все то доброе, что вы для меня сделали. Я не хочу нарушить вашу дружбу с Андреем и разлучить вас. — И куда ты думаешь отправиться, Анна? — Домой? — Козима окинул ее тревожным взглядом. В глазах ее стояли слезы. — Домой? Вы ведь знаете, господин Козима, что я домой не могу вернуться. Но мир велик. Сегодня я еще не знаю, куда я пойду. Но главное сейчас не это, а то, чтобы вы простили Андрея и не написали его отцу. Козима стал ходить взад, вперед по комнате, потом сказал. — Я многим пожертвовал ради Андрея и не жалею об этом. Но эту жертву изгнать тебя из моего дома, из нашей долины, отлучить тебя от этой работы, которую ты начала среди нас, послать тебя одинокую, беззащитную, в этот холодный мир, я не могу принести. Я знаю, ты готова пожертвовать собой и уйти, но я теперь должен открыть тебе всю истину. Я не обращаю внимания на суд людей, но мысль, что ты меня будешь считать жестоким и на Христа непохожим, невыносима для меня. Я верю, что ты будешь молчать, и меня не выдашь. Я люблю Андрея как брата, и поэтому я молчал и выжидал. Андрею тюрьма не угрожает. Дело в том, что Эдуард жив и уже женат на прежней своей невесте. — Господин Козима, вы это знаете и молчите. Смотрите, как Андрей страдает. — Тихо, дитя мое, дай мне все тебе рассказать. Да, он страдает, и если он здесь останется, то его положение не изменится. Но он не убийца, он свободен от всякого обвинения. Деньги многое могут сделать. Они ослепили и здесь глаза власти имущих. Я взял к себе молодого человека, который вследствие ранения головы и связанного с ним сотрясения мозга потерял дар речи и близок был к помешательству. Только полное изменение жизненных обстоятельств и физический труд могли его от этого спасти. Я с радостью наблюдал, как этот изнеженный парень, живя у нас, становился все крепче, как он закалялся. Врачи были того мнения, что большое нервное потрясение может вернуть ему речь. Но сначала он должен был настолько физически окрепнуть, чтобы без вреда перенести это потрясение. Я решил держать его в прежнем положении до тех пор, пока он не будет в состоянии пережить свидание с Эдуардом. Я был убежден, что это вернет ему дар речи. То, что он не сдержал слова своего и проговорился, рассердило меня, потому что это подвергло его лишним переживаниям, ослабляющим его организм. Для его же пользы я должен послать его к отцу, который все знает и примет сына своего. Вот, Анна, теперь ты знаешь все и видишь, что я не сержусь. О, простите меня, я судила, не зная, но ведь то, что вы рассказали, чудесно. Господь вернет ему речь и здоровье, и вы спасли его. Вы орудие в руках Божьих. Не бойтесь держать Андрея здесь, мы о нем позаботимся, чтобы он не очень страдал. Но почему я говорю мы? Наш Спаситель всемогущ, Он помилует его, Он даст ему мир, а потом большую радость. Андрей нас, наверное, уже ждет, господин Козима. Вы ему скажете, что простили, и что его отцу ничего не напишете, не правда ли? Вы это сделаете? Анна взяла в свои руки руки Мельника и счастливым радостным взором смотрела ему в глаза. Хорошо, сказал он, улыбаясь, но при одном условии, что ты никуда не уедешь и меня не выдашь. О, нет, Господь мне в этом поможет. Я благодарю вас, Господь за все вас благословит. Анна ушла к лесной избушке. Приблизившись к ней, она услышала пение нескольких голосов. У стола сидело пять женщин с раскрытыми песенниками. Звучала песня «О скорбный лик», «О скорбный час». Анна подсела к поющим. До позднего вечера сидела эта маленькая группа людей вокруг Слова Божия. Анна объяснила женщинам слова из Евангелия «Ищите и найдете». Анна знала только о пяти спасенных душах, но была еще шестая, над которой Господу многое пришлось потрудиться, пока эта душа убедилась в его всепрощающей любви. Много слез пролила она, пока могла сказать «Я верю, что ты меня спас. Делай со мной что тебе угодно. Живой или мертвый, я навеки твой». Уже смеркалось, когда Андрей переступил порог комнаты Козимы. Хозяина не было дома. Андрей сел за стол, взял лист бумаги и начал писать. «Мой дорогой благодетель, во-первых, прими сердечную благодарность за то, что тогда спас мне жизнь. Это только сегодня имеет цену для меня. Да, сегодня, когда я из тьмы выбрался в чудный свет, из смерти в жизнь, Христос открыл мне свою истину и принял меня. Я верю, что он действительно воскрес, живет и прощает грехи, и мою большую вину он простил. Я пришел к нему, как разбойник на кресте, и был принят. Я есть и останусь на всю жизнь убийца Эдуарда, но этот грех перед Богом уничтожен смертью Иисуса Христа на Голгофе, иначе обстоит дело перед людьми. Ты назвал меня трусом за то, что я Анне рассказал о моем преступлении, но не это было трусостью. Это признание мне очень дорого стоило. Трусостью было то, что я так долго не отдавался в руки правосудия. Но святой благой Бог и это употребил для моего спасения. Если бы не было этой медлительности, я не познакомился бы с Анной и не был бы приведен ко Христу. Теперь Господь достиг со мной своей цели, и я уйду. Пожалуйста, не пиши отцу по почте, я сам передам ему письмо. И тогда я предстану перед судом, чтобы с радостью понести заслуженное наказание. Оно не превысит моей тяжелой вины. О, как милостив мой Бог, простив мне такую вину! Теперь я только начинаю понимать, почему мой дорогой Спаситель столько должен был страдать. Только Его святая чистая невинная кровь могла омыть меня от этого греха. Эдуарда я не могу воскресить, но я верю, что, говорит Писание, когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Позволь мне еще праздники привезти в твоем доме, где я увидел столько доброго и даже достиг высшего блага. Это моя первая Пасха Воскресения. О, как жаль, что я нем! Как трудно молчать, когда сердце ликует и жаждет хвалить и славить Бога, моего распятого Спасителя. Но не вечно я буду немым. Дальше Андрей писать не мог. Радость и скорбь объяли его. Он упал на колени, и, хотя уста молчали, сердце в первый раз попросило. Господь Иисус, если Ты оказал мне такую милость, открой уста мои, чтобы я мог свидетельствовать о Твоей благодати. Аминь. Прошло две недели после Пасхи. Природа одела свой лучший наряд. Зарошье выглядело, как сад. Все деревья и кустарники вокруг мельницы Козимы стояли в цвету. Пение птиц наполняло воздух, и на мельнице все чувствовали себя так, как будто весна вошла в каждое сердце. Козима, хотя он и мало говорил, был воодушевлен какой-то внутренней надеждой на что-то радостное. Бабушка говорила женщинам, что мельник помолодел. Андрей теперь никогда не бывал грустным. Иногда глаза его сияли таким светом, что, казалось, немые уста его вот-вот запоют хвалебный гимн из самой глубины сердца. В течение последних двух недель все существо его изменилось, будто кто-то влил в него силу и здоровье. Прежде бледно и худое его лицо порозовело. «Откуда он берет такое множество трактатов и брошюр, которые раздает всем?» – спрашивали люди. Он приносил даже Библию и новые заветы в некоторые дома. Анна тоже расцвела. Ее добрые глаза сияли. Она улыбалась, для каждого имела ласковое слово. Как солнышко. Она обогревала всех, кто соприкасался с ней. Но иногда она грустная стояла возле плотины. Ей тяжело было жить с Андреем под одной крышей, знать, что от него скрывается то, что могло бы сделать его счастливым. Только взгляд Козимы, который он время от времени бросал на нее, словно говорил «Я доверяю тебе» и укреплял в решении молчать. Кроме того, Анну мучила нечто другое. Козима отрицал воскресение Христа, считал себя безгрешным. Он старался жить безукоризненно и действительно ничего нельзя было сказать о нем плохого. Анна боялась, чтобы его убеждения не заразили ее и не поколебали ее библейскую веру. В поведении Козимы, казалось, говорила «Во что ты веришь, хорошо для тебя, а мои убеждения хороши для меня, и я остаюсь при них». «Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие», — сказал Иисус Христос Никодиму. Козима, конечно, был добрый человек, и все же Бог может оставить его за всю его жертвенную жизнь без вознаграждения, осудив его вместе со сквернейшими преступниками за то, что он не верит в Иисуса Христа как Сына Божия и в воскресении Его. Ведь Иисус Христос говорит, что верующий в Него не судится, а неверующий во имя Единородного Сына Божия уже осужден. Эти мысли побуждали Анну молиться. Днем и ночью она просила Господа о милости к этому благородному человеку, не знавшему Бога. Было воскресенье. У плотины стояли Мельник и Андрей. У последнего в руках была книга, которую он намеревался почитать в лесу. Вдруг они увидели Анну. «Ты куда, Анна?» — окликнула ее Козима. «Я ищу вас», — ответила она. «Прочтите, пожалуйста, вот это письмо». Андрей не хотел мешать и направился в лес. Козима взял письмо и прочел его. Главным в его содержании было следующее. «Письма Анны становятся все хуже. Она ведь не исправляется. А вы пишете о ней, будто она невесть какой ангел. Что подумают о нас люди, среди которых мы живем? Что мы так долго оставляем ее у вас? Правда, домой ей нельзя. Я не хочу, чтобы она была здесь. Я рада жить в мире с мужем, но из-за людских разговоров я нашла ей хорошее место в Будапеште, у одной богатой еврейки. Она слышала от кого-то об Анне и приезжала нанять ее. Будет платить по десять гульденов в месяц. Пусть Анна сейчас же собирается и едет от вас прямо в Будапешт. Деньги на дорогу, оставленные ее новой хозяйкой, мы уже выслали. Прочитав письмо, Козим хотел смять его. Но вместо этого он посмотрел на Анну. «Я пришла сказать вам, что я должна ехать. И ты хочешь ехать, Анна? Я не имею возможности оставаться. Если бы бабушка была больна, и ей нужен был бы уход, тогда другое дело. А так причины нет. Вы и так давали мне много времени для служения Господу. Особенно в последние дни. И справиться я здесь не могу, это правда», — сказала она, улыбаясь. «И должна повиноваться. А ты охотно поедешь на новое место?» — спросил Козима. «Как привыкну к мысли, что я должна оставить это милое место и всех добрых людей и друзей. Так даст мне спаситель и желание ехать. Ведь, в конце концов, все равно, где и каким людям служить, христианам или евреям, я готова идти туда, куда Бог поведет. А как же работа среди женщин?» «Работа? Я никакой такой работы не знаю». Он усмехнулся. «Вот как? А кто спящие души будил? Кто им помогал познать Христа? Это Бог сам делал. Если я где-либо могла Ему помочь, то мое служение было ничтожным. «Правда, я думала поселиться у Дорки. Она вышивала бы, а я бы шила, и на пропитание нам хватило бы. И мы могли бы воспитывать еще сирот, которых она приняла. Хорошо все было задумано, но выходит иначе». Словно тень легла на лицо Козимы. Он хотел что-то сказать, но и в этот момент на улице поднялось облако пыли. Послышался стук копыт о мостовую и шум катящейся коляски. Редкое явление в деревне. Мельник взглянул на улицу и невольно схватил руку Анны. «Гости едут!» — воскликнул он, едва подавляя волнение. «О твоем деле поговорим после. Пока ничего не пиши домой. Кто знает, может быть, ты здесь нужна будешь». Вскоре перед мельницей остановилась коляска. Из нее выскочил стройный молодой господин, и другой, уже седой, следовал за ним. Сердце Анны замерло. Она поняла, что это отец Андрея и давно оплакиваемый друг Эдуард. В первый момент Анна растерялась. Что делать? Позвать Андрея или задержать? От этого свидания так много зависело. В своем возбуждении Анна не заметила, как Козима приветствовал гостей и боковым ходом провел их на мельницу. Когда Анна пришла в себя, никого уже не было. Она знала все любимые места Андрея и теперь чувствовала только одно непреодолимое желание — найти его, чтобы перед этим неожиданным свиданием еще раз помолиться. Гонимая этим желанием, она бежала по лесу. Вдруг Анна остановилась. На просеке, на стволе поваленного дерева сидел Андрей. Он читал книгу. Каким статным выглядел молодой человек в новом мельничном костюме. Анна содрогнулась. «Отец с Эдуардом здесь, а он и не знает ничего об этом». Только она подумала, как бы незаметно увезти его на мельницу. Как он увидел ее, поднялась и поспешил ей навстречу. «Я вас искала, Андрей. Я хотела бы еще раз помолиться, поблагодарить Господа за все дарованное нам благо и снова отдаться в его руки в полной уверенности, что его любовь вечно». Он охотно согласился, но что-то ему показалось странным в ее словах. Они преклонили колени. Анна молилась за обоих, как она со времени Пасхи уже несколько раз делала. Потом они встали и направились к дому. Она шла впереди. Чтобы он не заметил ее волнения, она остановилась и показала ему письмо матери и сообщила о предстоящем расставании. Он скомкал письмо и, казалось, собирался энергично протестовать, но вдруг смиренно опустил голову. «Мы оба попадем в тюрьму», — пояснил он знаками. «Вы из этих прекрасных лесов на улицу большого пыльного города, а я — где мне следует быть. Я благодарю вас за вашу молитву. Она напоминает мне, что Иисус всегда добр, даже тогда, когда ведет нас трудными путями». Вдруг послышались шаги. Андрей и Анна остановились и посмотрели в ту сторону, откуда слышался шорох. И тут Андрей, пораженный, пошатнулся, протягивая обе руки навстречу приближающемуся старцу, опирающемуся на трость. «Андрей, смотри, какой гость к тебе идет!» — крикнул Козима, которого Анна только сейчас заметила. Уже казалось, что Андрей упадет в объятия отца, но он сделал еще два шага и взглянул в сторону, на кустарник, и нечленораздельный звук вырвался из его вздымающейся груди. Кусты раздвинулись, и из них вышел еще один человек. «Отмар, это я! Неужели ты меня не узнаешь?» — воскликнул звонкий молодой голос. В этот момент лицо Андрея посинело. «Эдуард!» — вырвалось из его доселе немых уст. Глаза его закрылись, голова повисла, и если бы не Козима, Андрей рухнул бы на землю. Но любящие руки подхватили его и осторожно опустили на мягкую траву. «Отмар, сын мой, посмотри на меня!» — плакал отец. «Проснись, дорогой мой!» — взывал бывший его друг. В стороне стояла Анна, глядя на казавшееся безжизненным тело Андрея. Посмотрев на Козиму, она испугалась выражения его лица. «О, если Андрей сейчас умрет! Тогда он будет главным виновником его смерти!» «Нет, только не это!» — вся радость Анны исчезла. Она подошла к Козиме, положила свою руку ему на плечо и сказала. «Отнесите его на мельницу! Мы приведем его в чувство!» Козима схватил ее руки, как утопающий хватается за соломинку. Пришедшие смотрели на нее, но никто не спросил, кто она и что ей здесь нужно. Присутствовавшие просто повиновались ей. Хорошо, что до мельницы было недалеко. К вечеру в зарожье все уже знали, что к Андрею приехали гости. Отец и друг. И что это посещение его так потрясло, что он упал в обморок. Друг тотчас поехал за врачом. К счастью, врач встретился им в дороге. Когда они приехали на мельницу, Андрей лежал все так же неподвижно, не открывая глаз. Но он был жив. Казалось, что жизнь в нем медленно угасает. Анна страдала вместе со всеми. С Козимой. Из-за его разрушенного плана и надежды. С отцом Андрея, жалобы которого разрывали ее сердце. Отмор, отмор, сын мой единственный. Прости своего несчастного отца. Ах, зачем я согласился так с тобой поступить? Да, ты заговорил, но какой ценой? О, что я буду делать, если ты умрешь? Он не должен умереть, господин мой, осмелилась возразить Анна. Но отец грубо оборвал ее. А кто его воскресит? Бог, Иисус Христос, в кого он теперь верит. Я молюсь, господин, и верю, что он вашего сына спасет. Если и вы его об этом попросите, он это сделает, сказала Анна. Ах, молитесь вы, молитесь, молял отец в большой скорби. Когда человек бессилен, он чувствует, что есть кто-то выше его, который может помочь. Но люди нередко забывают о Боге и потом не знают, как к нему приблизиться. У них нет доверия к нему, поэтому они в трудные минуты рады присутствию человека, и имеющего к Богу свободный доступ. И когда Анна с переполненным чувством и сердцем молилась за жизнь Андрея, отца его, который никогда еще не слышал такой по-детски доверчивой молитвы, коснулся новой луч надежды. А что чувствовал Козима? Он не встал на колени и не молился. К кому было ему взывать? К великому страдальцу, который умер за свое учение и которого похоронили. Анна призывала на помощь живого воскресшего Христа. И удивительно, сердце Козимы вдруг словно проник в луч света и надежды. О, если бы он ожил! Если бы Анна была права! Если эта молитва будет услышана, значит, ты, Христос, жив! Пришел врач. По дороге он узнал подробности происшедшего. Он спокойно выслушал объяснение Козимы и взял его под свою защиту. «Вы несправедливо обвиняете господина Козиму», — сказал он отцу Андрея. «Мнение, выраженное моим коллегой, было верным, и это доказано. Ваш сын опять обрел речь, но нервное потрясение было для него слишком сильным, это верно. Этого следовало ожидать, в таком случае всегда существует риск — жизнь или смерть». Потом он осмотрел больного и сказал, — «Потрясение велико, но он молод, здоров, и будет говорить, и, наверное, поправится. Но, господа, вы должны удалиться, особенно господин Эдуард. Больной не должен вторично вас видеть, это его может погубить». «Но я не оставлю моего сына здесь!» — воскликнул отец. «Прошу вас, господин доктор, помогите мне переправить его домой!» «Об этом даже думать нечего. Ваш сын должен оставаться здесь, в этой обстановке. Господин Эдуард поедет со мной за медикаментами. Около больного должен кто-то быть. Но кто?» «Я», — заявила Анна. «Пожалуйста, предоставьте мне больного. Я в точности выполню все ваши предписания». Врач посмотрел на нее оценивающим взглядом. Затем он дал ей точные предписания, как обращаться с больным, назначил холодные компрессы на лоб, на сердце и капли для приема внутрь. Когда все ушли, Анна осталась одна со своим другом. Но через несколько минут вернулся врач. «Скажите, барышня, вы родственница больному или господину Козими?» — спросил он. «Ни тому, ни другому я не родня. Моя бабушка экономка на мельнице, а я у нее в гостях», — сказала Анна. «Значит, я могу сказать вам правду. Надежды мало, что молодой человек останется жив. И если он даже останется жив, то говорить и мыслить нормально навряд ли сможет. Смерть была бы благом для него, но все же ухаживайте за ним добросовестно. Для господина Козимы будет облегчением знать, что все возможное сделано. Завтра я привезу еще двух врачей. Хотя это и бесполезно, но, знаете, это нужно для успокоения всех. Я вам все это говорю, чтобы вы в случае чего не растерялись». Бедная Анна. Кто опишет ее горе? Она сидела у постели больного и меняла ему компрессы на лбу и груди. Сердце Андрея стучало сильно. Казалось, оно старалось разбить свою темницу, чтобы дать выпорхнуть душе, стремящейся ввысь, к Богу. Девушка представила себе горе отца и отчаяние Козимы. «О, Господи! Зачем ты допустила это?» — вздыхала Анна. «Почему ты не дал успеха Козиме? Ведь его побуждения были так благородны и добры. Он многим пожертвовал, а теперь еще и виновным оказывается в этом несчастье». Анна вспомнила выражение радости на лице Козимы в последние дни. Он был твердо убежден, что его жертва будет иметь успех. Улыбка больше никогда не осветит его лицо. Она уйдет с жизнью Андрея. Анне стало так страшно и больно, что она поспешила к окну и отворила его. Подняв взор к небу, она прошептала. «Возвожу очи Мои к горам, откуда придет помощь Моя. Помощь Моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге Твоей. Не воздремлет хранящий Тебя. Господь — хранитель Твой. Господь — сень Твоя с правой руки Твоей. Господь сохранит Тебя от всякого зла. Сохранит душу Твою, Господь. Господь будет охранять выхождение Твое и вхождение Твое отныне и вовек. И этот Господь Бог не имеет власти предотвратить это несчастье». Анна выпрямилась. «Кто говорит, что моя молитва не услышана? Разве правда на стороне доктора? Если люди бессильны спасти человека, то это не значит, что и Он, который сотворил небо и землю, и Андрея, это не может сделать. Он, Бог, дает человеку слух и речь. Он дает разум. Он докажет это, и мы будем его еще хвалить и славить». Анна вернулась к больному, чтобы дать ему лекарства. А потом потихоньку начала петь тот же псалом. Когда окончила пение, сердце ее вдруг чуть не остановилось. Из уст Андрея тихо, но внятно послышалось «Аминь». Ах, какое чудное «Аминь» это было на ее молитву. Не только речь, но и разум больного возвратились к нему. Он понимал, что она пела, и выразил свое одобрение. Глаза его остались закрытыми. Он глубоко вздохнул, но потом, по-видимому, опять заснул. Девушка упаюкивала его своим пением. Теперь сердце ее без слов принесло горячую молитву благодарности Спасителю. Потом она вышла. В соседней комнате никого не было. Бабушка с заплаканными глазами хлопотала на кухне, На вопрос «Где господа?» бабушка ответила, что они в столовой. Когда Анна вошла к ним, мужчины повернулись к ней и побледнели в ожидании недоброй вести. Но Анна спокойно сказала, что они могут пойти к Андрею, посмотреть на него, что он только что заснул. Я пела псалом, и когда я кончила петь, Андрей сказал «Аминь». Пойдемте, сказала она отцу Андрея. Пойдемте, поблагодарим Бога за его великую любовь. Вашему сыну даровано речь, и разум не поврежден, хотя доктор сомневался. Я верю в живого Христа, что он поможет ему. Ей дали высказаться, потому что оба точно остолбенели. Но через несколько минут они молча пошли и своими глазами убедились, что Андрей действительно спал. И видно было, что в состоянии его здоровья наступило улучшение. У постели сына отец упал на колени и крепко пожал руку Анны. Я не могу молиться, не могу благодарить. Молитесь и благодарите вы. О, молитесь, чтобы Бог оставил его в живых. И вдруг Анна услышала шепотом сказанные слова. «Да, Анна, благодари и молись». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok